Ох, европейский LCS уже практически подошел к концу, ну точнее, его весенний сплит 2016 года. Остается всего лишь две, ну то есть одна неделя, по сути. После этого матча останется ровно одна неделя, и потом уже будут плей-оффы. И Origin это одна из тех команд, которые действительно претендуют на то, чтобы хорошо выступить в плей-оффах. По-моему, сейчас вопросов, ну вопрос о том, участвуют они в плей-оффах или нет, уже не остается. У них счет 8-7, при этом отыгрывает Икспеки на миде. Уже второй день он играет, вновь вернулся в основу, понял, что если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. И Икспеки врывается на мид команды Origin. По банам со стороны Рокот Лулу, Алистер и Калисто. Поэтому Origin банят Корки и Квину пока что. Рокот уже, к сожалению, не претендует абсолютно на седьмое место. Был у них шанс ранее, то есть если бы они выиграли, по-моему, вчерашний матч. Ну, нет, шанс у них, по-моему, еще есть. То есть все-таки, если команда Сплайс и команда Элемент свои игры проиграют, две следующие, а Рокот при этом выиграют. Ну, Рокотов еще три игры, то есть Рокоты могут в теории выиграть три игры, и тогда они действительно займут седьмое место в случае, если Элемент и Сплайс проиграют свои игры. Ну, и ситуация, конечно, такая, достаточно неоднозначная. Посмотрим. Последний бан был Грагас от Origin. First pick для Рокот это Нидели для Айрвакса. При этом Origin забирают Браума для Мити и Люциана для Звена. До конца не ясно сейчас, что еще дальше пойдет в пул команды Рокот. Вариантов. Мордекайзер вряд ли отправится здесь для команды... Для команды Рокот и Рамус это более такое ожидаемое решение с их стороны, тем более Фредди уже играл на Рамусе и довольно успешно, насколько я помню. Ну, по крайней мере, он был неплох. Не помню, выиграли они ту игру или нет, но вроде выиграли, да. Повторили успех Джайнсов, которые тоже с Рамусом выиграли один из своих матчей. Звен думает над Джином здесь, при этом... Джин это, наверное, совершенно не тот чемпион, который сейчас нужен при учете того, что Люциан уже взят. Хотя это может быть СОС на Люциан, конечно же. При этом Экспеки может забрать Корки, на котором он очень много матчей отыграл за последнюю неделю. То есть, если рассматривать... А, Корки, прошу прощения, Корки в бане. Origin сами его забанили. Это может быть Фиора для СОЗа. И пока что Экспеки оставит свой пик закрытым. Элис для Эмейзинга. Неплохой возможный вариант. Вопрос в том, все-таки, кто же будет для Экспеки в этом матче. У него достаточно ограниченный пул героев. Он, кстати, играл на Аниве недавно. Буквально вчера, по-моему. Один матч. И не исключено, что он тренировал ее где-нибудь в скримах, помимо этого. И, может быть, Эмейзинга появится здесь, с другой стороны. Там и как раз по вариантам Элисандра есть. Пиков достаточно. Но понятно, что Экспеки не будет что-то прям такое неординарное брать. Что-то необычное. Всего это будет что-то из такого стандартного пулу персонажей. Севир для Табза. И Элисандру отберут у Экспеки для Бетти. Возможно. Так как Экспеки весьма немного тренировался в последнее время, то его здесь могут таким образом в некотором роде за контрплей. Ну и Табз на Севирке в комбинации с Трандлом и Элисандром. Это работает очень хорошо. И Касадин. Экспеки. Легендарный Экспеки. Его Касадин. Ну, не знаю, насколько это действительно будет Каса. В таком матчапе, кстати, может быть. Почему бы и нет? Это может быть Касадин. Его можно реализовать. Рамус не сможет достигать этого Касадина. Касадин будет неплохо свой урон вносить. Даже Элисандра для нее будет Касадин тяжелой задачей. Но это будет Лебланк с большей вероятностью. ЛБ от Экспеки. Наверное, есть некоторый риск. Видно, что Экспеки сам не совсем уверен в этом пике. И так как буквально отобрали у Экспеки возможность сыграть на той же Элисандре. И Корки был забанен. Прислу забанен тоже. То есть и чемпиона, которых сейчас в основном тренировал Экспеки. Забрать у него не получилось. Ну и Лебланк тоже неплохой вариант. Посмотрим, как все-таки разыграют этот матч Рокот и Ориджин. Сос будет играть на Фиоре. Фиора хороший вариант. Хороший чемпион. Против Рамуса за счет своей пассивки. Ну, то есть хороший урон по Рамусу. Эти Виталы пробивают этого персонажа весьма неплохо. Но здесь могут быть подводные камни и проблемы в виде той же Элисандры, которую Фиора будет уничтожать в пух и прах с прокаста. Но, с другой стороны, Фиора всегда может дать репост в ультимейт Элисандры, например. Такие моменты можно было наблюдать. Уже на профессиональной сцене. Ну и посмотрим, что нас здесь ожидает в матче Рокот против Ориджин. Оба сетапа крайне интересные. Тут и Севир присутствует, который очень хорошо в этой композиции себя будет чувствовать. И, с другой стороны, у команды Ориджин в драфте тоже нет никаких проблем. У них хорошая ранняя игра. Они могут, в принципе, передавить и переломить ход событий с самого начала. Ну, в свои руки взять матч. И в дальнейшем, конечно, Рокот будет тяжело реабилитироваться. Ну что ж, дорогие друзья, последняя игра восьмой недели европейского LCS Spring Split'а начинается. Рокот против Ориджин. Погнали. Бетси и Спеки сразу же выходят на мид. Явно размены никакого не последуют. Фредди в районе верхней линии находится. При этом это будет свап от команды Рокот. Они сразу же его инициируют. Ну, Севир точно невыгодно стоять против Люциана. Тем более с Трандлом против Браума. Это, ну, явно не та линия, где Севир с Трандлом смогут что-нибудь для себя заработать. При этом явно большим плюсом будет не дать Фиори... Ну, по максимуму отстранить ее от фарма. То есть можно больше времени заставить команду Ориджин потратить. Найс шотс. При этом здесь Фредди и Айрвакс стоят внизу в готовности принимать, в случае чего, удар от Браума и Люциана. Тут Ориджины. Чувствуют. Ситуацию прочувствовали. Выходят здесь. Пошел удар. Удары пошли по Айрваксу. Стан. Айрвакс серьезно просел. Экзот был использован. Будут ли продолжать? Митти прыгает флэшом. Звен тоже. Вау. Отличный ферстблат в пользу Ориджин. Это сейчас очень сильно Рокотов может сломать. Да. Дело плохо. Для команды Ориджин... Хорошо. Наоборот. Используют, кстати, тапс на Севир Кейстон мастере на лечение. Лайфстил. При этом Сос приходит на мид лейн. Хочет побороться против Бетси. Вдет эфириал чейн. Дет экспеки. Пойдет рут. Дальше Бетси может умереть. Что происходит? Вау. Ганку от Соза на мид. Это что-то весьма неожиданное здесь. Со стороны Ориджин. При этом не отдает экспеки своих суммонеров. В отличие от Бетси, который остался без флэша и сейчас отдаст телепорт. Оба суммонера отсутствуют теперь у мид лейнера Рокот. При этом экспеки сильно завладела преимуществом на миде. Команда Ориджин пытается сломать на боте вышку. Рокот снимает вышку первого уровня на топе. Ого. Интересное решение. Фредди отдает телепорт на бот лейн. Вышка будет сломана у команды Ориджин. Тут интересную ротацию проводят Оригены. Они намеренно отдают или не отдадут вышку Т1 на топе. Бегут сюда сломя голову. Неужели не отдадут вышку первого тира? Здесь команда Ориджин эту лейн фазу продлевает все-таки. Ротация с их стороны грамотная получилась. Ну и причем Рокот согласились с этим. Рамос использовал свой телепорт. Если бы он не дал телепорт, то Рокот бы вышку сломали, а свою не потеряли. Но зато Рамос получил немного фарма и опыта. Если бы он не забрал там волну миньонов, то он бы по опыту рискнул бы серьезно отстать от Соза. Хотя тут скорее Соза отстает от Фредди по опыту. Айрвакс уходит на базу, он третьего уровня. Естественно для него эта игра весьма неудачно началась. Когда у Нидали на первом уровне на ней делают ферстблат, то дальше гей... Это такой по типу своему, как, например, Шака тот же. Да, ему... Если он умирает на первом уровне, ему потом сложно забирать кэмпы. Но Нидали тоже есть некоторые проблемы с этим. На первых уровнях именно. Поэтому у Айрвакса сейчас немножко отставание есть от Амейзинга. И Экспеки снова вырывается на бет. Эфириал Чейнз на этот раз нет слыша. При этом Айрвакс подходит сюда, по Амейзингу играет. Но урона недостаточно. Экспеки просел очень сильно. Айрвакс заходит дальше, кидает свое копье. Экспеки может умереть. Айрвакс получает убийство. И это возвращение в игру для команды Рокот. Экспеки при этом здесь умирает крайне неприятным образом. Да, а Ориджин на топ-лейне своей связкой. Браун Людсон хорошо себя показывает против Севир Трандла. Естественно, тут их адуо будет реализовываться весьма хорошо. Айрвакс тем временем пытается сыграть по Амейзингу. Здесь нужно отступать. Потому что недалеко Экспеки. Ну, тем временем, Соул спокойно фармит против Фредди. Здесь вот снова этот момент. Причем Эмейзинг словил копье за Экспеки. За счет флэша Бетси. Просто каким-то магическим образом здесь выжил. Не хватило урона. О, Эмейзинг может чего умереть. Кокон проходит по Айрваксу. Айрвакс кидает копье по Эмейзингу. Успевает уйти в РПЛ. Это Элис, но она будет убита. Что такое происходит здесь? Ой. Ой-ой-ой, Ориджин. Ориджин просто решили отдать эту карту. Экспеки пока что под своей вышкой находится. Элисандра уже его перефармила. При этом Ориджин двигается хорошо на верхней линии. Здесь перефарм есть у Звена небольшой. И любая агрессия от Рокотов будет наказана здесь связкой Люциан-Браум. Естественно, поэтому Рокот вынужден играть осторожно. Но Ориджин при этом играет по большей части исключительно через именно пуш. То есть они давят, они не навязывают здесь каких-то прямых столкновений. Они хотят на чистом пуше разломать вышку как можно быстрее. Опять Экспеки играет по Бетси. Митти при этом с Эмейзингом заходит на территорию команды Рокот в их лес. Но здесь много чего они не смогут сделать, естественно. Тут уже, во-первых, зачистка была. И, во-вторых, есть Вижен с помощью Волка. Так что даже Грампа будет забирать. Потеря времени просто-напросто. Поэтому Краба забрали. Дальше Эмейзинг идет на красный баф. Айрвакс очень хорошо играет здесь в Контр Джангл. На самом деле. То есть он уже второй раз заходит в лес Эмейзингов. Первый раз ему удалось его убить. Сейчас он просто-напросто подбирает у него волков. И зарабатывает себе еще золото. И оставляет еще сильнее позади эту Элис. Но при этом очень ровненько идут по золоту обе команды. Да, несмотря на преимущество Рокот в убийство. Ориджин все-таки за счет перефарма там на боте. Айрвакс снова играет по Эмейзингу. Урона здесь пока не очень много. Хороший ответ от Эмейзинга сейчас пойдет. Айрвакс пытается забрать Элис. Но не тут-то было. Айрвакс практически упал. Здесь подходит Экспекер и Пэл. Билот Эмейзинга умрет недалее. На этот раз Эмейзинг не прощает это убийство в пользу Ориджин. Тут ситуация несколько меняется. Ориджин зарабатывает себе убийство. На своей агрессии Айрвакс запнулся. В итоге есть вероятность, что тут просто Элис сможет за сноубойлиться теперь. Хотя у Нидоли по-прежнему два убийства. Ничего не изменилось. Свой камбэк Айрвакс разменял на... Такую не самую удачную вещь. Пушит дальше на ботлейне. Сос активно очень играет по Фредди. Здесь явно это противостояние будет... Ну, оно всегда неоднозначное. То есть Фредди сейчас отдал свой ультимейт. У Соса при этом остается его. Великая дуэль. С помощью которой он сможет убить Рамус вообще без проблем. Эти Виталы прокуют, нанося колоссальный урон по Рамусу. Поэтому на данный момент все-таки ситуация весьма неоднозначная. И Ориджин, хоть и впереди на 800 золотых, все может резко поменяться. Буквально в считанные секунды. Здесь достаточно одного хорошего ганка от Лиссандры через телепорт. Убить Люциана. Севир тут же реабилитируется по фарму. Кстати, хочется отметить плюс уничтожителя для Люциана. Он прокает с его пассивки. То есть Люциан будет получать... Люциан будет получать за каждое свое попадание Татакой 3 здоровья. То есть Татаке это 6. Но это лучше, чем лайфстил. Просто-напросто. Ну, здорово, Блейда. Так что, определенный плюсик. Для Звен. Здесь Амейзинг продолжает запушивать. О, точнее, чистить лес. При этом Сос немножко встревает здесь. Аэрвакс продолжает преследование. Витал и Проко сейчас отхиливают Соса. Но этого недостаточно. Экспеки тем временем заходят вместе с Амейзингом на топ-лейн. И ксяк под ультимейтом стараются жить. Экспеки используются дисторж. Здесь появляется Лиссандра. Все плохо может кончиться для команды. Ориджин ультимейт. Уже Лиссандра был прожат. Таут по Амейзингу проходит. Совсем плохо это было. И в итоге четыре убийства уже в пользу команды Рокот. Очень хорошо сейчас разыграли все это действие Рокаты. Они появились... Нидали появилась на бот-лейне. Вместе они забрали Соса. Сразу же провели ротацию на топ-лейн с телепорта Фредди. И вместе с Бетси просто-напросто разорвали Оригенов здесь. Бетси может уйти здесь. Но при этом попадает в эфир л-чейн все равно. Экспеки старается преследовать. Сос здесь. Он замедляет Табза. Подходит по Бетси играть Ориджин. Замедление еще одно. Экспеки пытается разбить это Лиссандру. Одна автоатака здесь нужна была для того, чтобы застать. И Сос продолжает движение. Флэш выбивает Азнаксяка. Но в итоге... Это опять нулевой размен для команды Ориджин. Они потеряли до этого своих двух игроков. И в итоге забрать они с этого смогут вышку. Скорее всего, да. Вышку они заберут. При этом можно забрать Герольда. Но не более того. Айрвак тем временем отдыхал в Нижнем Лесу. У него все хорошо. Своя атмосфера. Он свою задачу выполнил. Он упил Соза. Можно отдохнуть. Ну и в итоге никто из команды Рокот не погиб. Но отсутствие вышки, конечно, неприятно. Потому что Ориджин сейчас могут провести какую-нибудь ротацию на ботлейн. Ну и тем временем, да. Реплей, где Звена зацепили в ультимейн. Но ульта Бетси много особо здесь не дала. Хороший урон. Но можно было, мне кажется. Хотя... Эмейзинг убили и так и так. Здесь из Вена выбили хил. Ну и дальше пошел телепорт от Соза. Была хорошая попытка здесь реинициировать. Но Тапс, наверное, был не лучшей целью в данном случае. Надо было играть по Бетси хотя бы. Ну Бетси просто был уже без эскейпов. А, нет. У него был флэш еще. До конца держал флэш. Тоже был флэш. Повыбивали все суммонеры здесь. Ориджин. Все-таки Севир. Была правильная цель для флэш. Ну и Александра тоже была бы неплохой. Просто тут у всех были флэши. Без разницы. Ну и в итоге Ориджин. Заработали для себя вышку. Потеряли свою все равно на топе. Но на боте у них ситуация получше. И в итоге они смогут забрать Т1 для себя на боте. Сос. Заметит ли он то, что Фредди забирает красный баф у его команды? Нет. Фредди просто-напросто. Ну может быть Сос догадывался, что красный баф берется Рамусом. Но явно не планировал туда заходить. И боялся. Что-то еще. Айрвак заходит в район мидлейна. Здесь Экспеки может серьезно встрять. Если копье попадет, копье попадает. Это Айрвакс. Пытается зайти на Экспеки. Проказ пошел. Экспеки сразу же уходят Дисторшеном. И согнали Экспеки с линией. Вышка первого уровня чуть-чуть просядет по здоровью. Но этого, конечно, не совсем достаточно. Здесь будет Лиссандра. Не тот персонаж, который быстро разбивает вышки. С другой стороны, Айрвакс всегда может помочь ей от Нидали. Есть ее Nature Swiftness, который может позволить... Как раз таки быстрее разбивать вышку за счет скорости атаки. Коконут Эмейзинга. Ну и в итоге... Команда... Рокот лидирует сейчас на несколько сотен золотых. Ох. О, Экспеки играет агрессивно по Айрваксу. Естественно, ответить никак не удается. Вышка сохраняется у команды Ориджин на миде. Но это важный момент. Здесь мидлейн не стоит вообще терять ни в коем случае для Ориджин. Это будет серьезная потеря. И если Рокот начнут контролировать лес Ориджин, то все станет совсем плохо. Но при этом Ориджин заберут, скорее всего, вышку первого уровня. Звен не может с себя агро-вышки выбрать. Забирают башни первого уровня на боте. При этом сейчас бэкнутся и могут произвести ротацию на мидлейн. Тут нужно забирать вышку у команды Рокот. При этом создать ситуацию, где они ни в коем случае не потеряют свою. Ну, либо идти на Т2, что опасно, на мой взгляд. И Ориджин принимает решение отступить. О, тем временем Рокот забирает Герольда. И, кстати, Герольд здесь может стать серьезной проблемой для команды Ориджин. Если Рокот сгруппируется, ну, либо на миде, либо на боте, в зависимости от того, какую вышку они хотят снести, сайд-линию или все-таки мид. Уничтожение миды здесь чуть осталось все. Ну, Экспеки защитит вышку, понятное дело, здесь нет шансов ее забрать. Скажем так, бесплатно и в голом поле. Нужны какие-то действия. Ну, и Нидели с Герольдом. Ну, Ориджины сейчас аккуратно разыгрывают все моменты на миде. Тут ничего не будет особенного. Постараются расформить Соза. Соза находится на топе уже с Титанической Гидрой, готовой полностью. При этом Айрвакс ищет возможности для Ганка. Кстати, неплохой вариант. Сейчас Соз подставляется сильно, а он может здесь погибнуть. Нет. Копье не попадает, Нидели не совсем аккуратно заходит. Но здесь при этом был Вижен, по-моему, у Ориджин. Да. Ну и в итоге Ориджин, кстати говоря, выходит вперед сейчас по золотым. Звен неплохо заряжает свой ультимейт по бетсе. Просаживает вот в 40%. Экспеки сдвигается на ботом лейнде и защищает свою вышку. Дисторшинами. И на ксяк сейчас как бы Экспеки не просить по здоровью, потому что когда в ситуации 1 на 2 ЛБ начинает проседать, то, естественно, дальше по сути никак не реализовать, не защитить эту вышку. И есть вероятность, что ее команда Ориджин потеряет. Но при этом Ориджин постарается ответить вышкой первого уровня на миде. Удастся? Удастся. Тут есть паучки, которые танкуют урон от вышки. Так что. Все в порядке. Гром. Ох, здесь ультимейт он заханет от Табза. Экспеки пытается уйти. Дабл Дисторшин через стену. Айрвакс прыгает сюда. Обратно улетает Экспеки. Копье. Нет. Не попадает. При этом красный баф все равно добивает Экспеки. Воу. Неплохо сыграно было Пеке. Но, боюсь, этого недостаточно. Хотя вышка все еще стоит первого уровня. А команда Ориджин в полном своим стаком идет по мидлейну. Ультимейт проходит от мид. Извен, к сожалению, здесь просел слишком сильно. Эмейзинг пытается уйти. Здесь пауэрболом появляется Фредди. Эмейзинг упрыгивает репелом на волков. Неужели все игроки команды Ориджин сейчас уйдут с ухимией из воды? Вау. Отлично сыграно. Да. Весьма недурненько здесь. Разыграли Ориджин. Пытался Экспеки за всех сил не умереть. Но не сегодня. По Экспеки Табс, естественно, своим ультимейтом. Но всяк неудачный пилар поставил. Плюс Экзо здесь свое сделал. Айрвакс вынужден был флеш отдать, кстати говоря. Оп. Тут Айрвакс забрал в килл за счет красного бафа. Ну, Табс по-любому получил убийство в случае чего. В итоге Дракон забирает Рокот и выходит вперед на тысячу золотых. Таким образом, Ориджин потихоньку теряет свои позиции в этой игре. Хотя тут, по сути, много контрплеев есть для сетапа у Рокот. Во-первых, если пойдет инициация, все чемпионы Ориджин достаточно мобильны. То есть и Экспеки со своей Лебланкой, и СОС. Тут есть чем отвечать на врыв Рокотов. Так что... Ну, проблема в том, что дизенгейтж только в виде ульты Браума. Это самый главный минус. Ну, есть еще, правда, Кокон и Мейзинга, который может остановить летящего вперед Рамуса. Но пока что счет 5-2 в пользу команды Рокот. Причем все убийства, практически все, 80% сконцентрированы в руках. Ой-ой-ой, Экспеки. Дисторшн в стену, Айрвакс продолжает преследование. Тут Экспеки... Ух... Опасно, опасно. Четыре убийства из пяти в руках Нидали. Ну, Нидали это не совсем тот персонаж, который... Ну, ой, Экспеки. Здесь как бы он не умер. Дисторшн отдает сразу же. Звен уже расфармлен хорошо. У него 197 миньонов. Копи, я тут летаю туда-сюда. Нет, Нидали, конечно, это тот персонаж, который, в принципе, может создать условия для своей команды, чтобы реализовать и давление, паук дать, и сустейн обеспечить. То есть Нидали хороша в плане таких кэрри моментов, но в одиночку все равно Нидали не способны затащить. То есть Нидали это все равно тот чемпион, который в случае чего разваливается очень быстро, если вдруг драка пойдет и Нидали словит фокус. Хотя сейчас у Нидали уже есть Road of Ages, если дальше Нидали закупит еще что-нибудь такое оборонительное, может, какой-нибудь рила или... По-разному. Зачастую айтемизирует этого чемпиона, но и в любом случае... Сейчас... Origin вынужден играть достаточно аккуратно. У них нет опции проводить инициации, и у них нет опций здесь играть по рокотам даже из каких-то контр-врывов. Нужно только защищаться, потому что всегда есть риск быть наказанным. За счет ультимейта Севир, за счет ультимейта Лиссандры. Пока к ОССу нету Звена, любая драка здесь может кончиться печально для Origin. И опять копья летают здесь повсюду. Айрвакс тут как тут. Фредди здесь пытается преследовать Соза, но у него нет... Фредди нет возможности Соза вообще убить на данный момент. Но, как всегда, это кошечка Айрвакс. Сейчас будет тут как тут, и Соз может погибнуть, на самом деле, заходя так далеко. То есть... У Соза нету Вижена в лесу. Командор ОКОТ, он постоянно заходит далеко, но при этом не знает, где находится Нидали. И Нидали может на этом сыграть очень легко. Бойль Айрвакс сейчас находится вне зоны видимости. Предпочитает отойти на базу сейчас Нидали. Ну и Экспеки продолжает пушить сайд-линию. На боте находится 185 фарма на 202 у Лиссандры. Лиссандр Узже с Жоней и с Абисалом. То есть у этой Лиссандры достаточно хорошая выживаемость против Дили Бланки и всех остальных, в принципе, тоже. Большой плюс именно Жонни против ЛБ заключается в том, что ЛБ не может сбить свои стаки. Как раз-таки Сиджил оф Мелеса, пока Лиссандра пережидает в Жонни этот момент. Может еще дать на себя ульту или ульту на ЛБ. Куча опций. При этом сама Лебланк играет через Марл Номикон и Биссал. Понятное дело, Марл Номикон, который обеспечивает высокий уровень сокращения перезарядки, это то, что нужно на Лебланк для более ускоренного отката ее дисторшенов и мимиков. Ну, Рокот здесь, естественно, не встрянута, ультует Митти, остается без довольно важной ульты, на самом деле, в этой игре, потому что Браум — это единственный чемпион, который имеет АОЕ-контроль в этом матче у команды Ориджин. Как раз отсутствие АОЕ-контроля, отсутствие дезинициации — это то, что может их погубить в этом матче. А у Рокот как раз-таки нацелен пик на то, чтобы они врывались, выцепляли одну цель, и эта цель была уничтожена в считанные секунды. Потому что здесь Нидоли, здесь Лиссандра, здесь Рамус. Ну и, кстати, Наксиакт своими пиларами неоценимую помощь будет создавать своей команде. Все будет их грамотно ставить. Ну и... Ориджин действует очень аккуратно, но при этом отдают, на самом деле, эту карту. Медленно, но верно. С каждой минутой Нидоли становится все расфармленнее, расфармленнее Севир. С каждой минутой все эффективнее себя будет чувствовать в игре, потому что все-таки с последним бафом Севир, с ее хритующими рикошетами в командных сражениях она безумно сильна. Но у Ориджин... А тоже свои плюсы. Появился КОСС у Люциана. Кстати, Рокот сейчас заберут для себя второго дракона. Но у Ориджин могут сюда подоспеть. Все нет, вряд ли. Лебланк разве что. Но Лебланк останавливается, чтобы убить вар. 2000 здоровья у дракона. И он все-таки будет уничтожен. У Нидоли довольно высокая скорость уничтожения таких целей, как дракон. И два дракона это уже такой неприятный посыл для команды Ориджин. На 25-й минуте. В принципе, если это будет 5 стаков дракона, это будет очень поздняя стадия. То есть там 40-ая минута, 45-ая. Но, тем не менее, есть риск, что игра затянется достаточно сильно. В общем, все шансы. Ну, это, честно говоря, для Рокот эта игра супер важна. Потому что победа в этом матче их приблизит к положению топ-7. Ориджин. Я не думаю, что эта игра прям супер важна. Потому что получается как раз и Рокот, и Элемент, и Сплайс при всем своем желании уже не смогут набрать 8 очков. Максимум 7. Ориджин, в свою очередь, 8 побед. Ну, и здесь продолжается очень такая аккуратная... Ой, аккуратный поиск моментов. Митти использует свой ультимейт. Сейчас он спасется. Копье попадает в щиточек Браума. Бетси под хорошим замедлением. И к спеке. Тут ждет свой эфириал чейнс. Бетси под рутом. Его могут добить. Здесь чуть-чуть остается здоровье. Нидали вылечивает своего мидера. При этом Сос находится на ботлэйне. Дерется с Фредди. Сейчас может попытаться по нему сыграть. Кстати говоря, очень интересный момент здесь. Сос начинает отступление. Ультимейт Фредди был уже использован. Но при этом появляется здесь Нидали. У Соса есть ультимейт. Он его использует. Айрвакс тут же начинает отступление. Таун с флеша! Сос не смог никак его заблочить. При этом продолжает отступление. Пытается выжить. Сос живет очень долго. Но этого недостаточно. При этом остальная команда Ориджин пытается взять Барона. Но явно недооценили его мощь. Тем более рядом есть Лиссандра, Трандл и Сивир. Которые просто-напросто не дадут Ориджинам сделать этого. 27-ма минута на таймере. А вышка Т2 может упасть на миде. Потому что тут и Нидали рядышком. Тапс получит сейчас ускорение. Скорости атаки. Кстати, еще там рикошет. Сколько возможностей у Рокот. Рокот давать бонусы своим союзникам всяких разных. Ну, конечно, тут самое опасное это то, что Рамус своими таунтами будет просто разрывать игроков Ориджин. Хотя, снова контр-аргумент. Это, во-первых, Коэсэс Люциана. То есть Люциана не так просто зловить. Есть Клинца Оли Бланки. И эти два персонажа не самые лучшие цены. Сос. Ну, кстати, мало урона получил от копья Айрвакс. Айрвакс грамотно здесь разыграл отступление. Ну, если бы не этот таунт, то у Соса все гораздо лучше было бы. К сожалению, не сегодня Сос. Сос в очередной раз погибает. В этой игре это только вторая его смерть. Обычно смертей больше, когда у него неудачные начала игр. По фарму он идет хорошо. У него есть и Титаническая Гидра из-за айтемизации. Плюс готовится, я так полагаю, это будет Блэк Кливер. Черная Секира. Которая обеспечивает хорошее пробивание брони. То есть она уменьшает броню соперника. И это даст как раз-таки для остальных игроков Ориджин. У них все-таки... У них хорошо разбит урон. То есть есть и физический, и магический. Но это как минимум Звену даст серьезный плюс по урону. По Рамусу. Потому что Рамус будет во фронтлейне. Люциан это не тот персонаж, который готов там сквозь Рамуса бежать и бить бэклайн. Люциан будет вынужден бить по Рамусу, который будет впереди стоять. И как раз-таки Фиора вместе с Люцианом будет очень неплохо пробивать этого Рамуса. Ну, Экспеки здесь пытается подраться с Бетси. Экспеки отдал свой клинс в размен на ульту Бетси. Могут подставиться Рокот на неосторожной игре. Сос продолжает давить ботом лейн. При этом Сос еще 15 уровня, когда Фредди уже апнул 16. Пытается подраться здесь у Фредди. Конечно, много здоровья теряет тут Виталов, который прокует Фиора. Все-таки чистый урон. Даже когда Рамус находится в щиточке, его это вообще не спасает. Экспеки пытается сыграть по Бетси. Довольно опасное решение со стороны Пеки. Тридцатый минут на таймере. Игра заходит все дальше и дальше. Ориджин и Рокот не спешат ее ускорять. Играют аккуратно от своей территории. То есть не врываются далеко на зону противника. Кроме Соза, который постоянно пушит. То есть 24 на 7 он организует это давление. Стоит отметить, что у Фредди уже появляется третий предмет на броню. Причем еще ботинки есть. Нинджа Таби, Таби Ниндзя. И еще есть одна тканевая броня. Насколько много у этого Рамуса сейчас армора. И броня Вертвеца, и облачение, точнее, и шипованный доспех, и накидка солнечного пламени. Там уже за 300, наверное. 350. Плюс есть Defensive Curl, который, кстати, дает, напомню, что Рамус получает дополнительный урон от своей брони. Ну, у Рамуса 382 брони. Это без W, который дает, по-моему, 100 на последнем ранге. Айрвакс пытается забрать Дракона. И, вероятнее всего, этому удастся. У Ориджин просто нет опции на какие-то контрплеи. Находится Эмейзинг на верхней линии. Там здесь помогает забрать Дрейка. Клинз, на самом деле... Клинз не снимает suppression просто, подавление. И подкидывание он не снимает тоже. А ульта Мальдз как раз-таки, как и ульта Варвика и Скарнера, это именно подавление, это самый сильный считается контроль в игре. Ну, все снимается к ОССам, разумеется. Самый сильный это контроль, потому что... Ну, у Скарнера, по крайней мере, он еще может сменить вашу дислокацию. Помимо того, что... Не дает возможности там к тем же Клинзом снять контроль. Ну, и команда Ориджин сейчас хочет пойти в агрессию. Против Рокотов Нексяк явно на себя бейтит. Пытается здесь заставить Ориджинов подраться. При этом Змен пытался пробить вышку. На Митти прыгает Айрвак. Здесь на ксяк сколько урона влетает по бедняге Митти. Он отдает свой флэш, пытаясь уйти здесь. Но урон этот не прощает абсолютно. Эмейзинг упрыгивает с помощью Репела. И флэша своего Экспеки дает проказ. Тут Бетси появляется. Экспеки может умереть. Здесь все плохо для Экспеки. Его забирает Бетси. И очередное убийство уходит в пользу команды Рокот. Ориджин продолжает ошибаться. Наступают на те же грабли. Ведутся на ту агрессию, которую создают Рокот. И Барон пытается видеть Барона. 5000 здоровья у него остается. Эмейзинг понимает, что все игроки команды Рокот на Бароне. 3000 здесь. Звен пытается раскастоваться на ксяк. Лоу сюда впрыгивает Алис. Все-таки пробирают Рокот и этого Барона на Шора. При этом идет телепорт от Рамуса. Звен может умереть. И это очередное убийство в пользу команды Рокот. Размен совсем печальный. Три в одного. Ориджин теряют одного с другим своих персонажей, своих чемпионов. И в итоге могут эту игру проиграть. Потому что уже в принципе вот этот Барон это своеобразная точка невозврата. Если сейчас команда Рокот не будет допускать ошибки. И будет просто ломать стороны. То у Ориджин нету шансов. Их сетап он не способен в поздней игре конкурировать с тем, что имеет Рокот. Это одна из главных проблем. Нет конкурентных персонажей тому же Трандлу или Рамусу. Там проблема. Тут очень печальная была драка для команды Ориджин. Кокон улетел почти не в ту сторону. И к спеке. Попытался дать хороший проказ. Но Нидали по мобильности просто переиграла ЛБ за счет позиции. Ну и да, тут нету контраргументов той же Нидали, которую может обеспечить и команду и Сустейном, и Пауком, и хорошим уроном. Все бы было ничего, если бы команды шли ровно. Но при такой разнице по золоту, теперь с Бароном все будет очень печально. Этот телепорт получается сбили Рамусу. То есть там СОС смог остановить ТП. Но при этом это ни на что не повлияло. Там даже Фредди мог сам отменить телепорт и остаться. О, и СОС сейчас скорее всего умрет. Ну, либо просядет сильно по здоровью. А так Фредди может его зачезить и до конца. СОС пытается избежать смерти. Но при этом Ориджин изо всех сил защищает вышку третьего уровня. Ее нельзя терять ни в коем случае, потому что это будет сразу же автоматически потеря ингибитора. А потеря стороны это всегда приводит к тому, что команда может дальше чисто давлением по топу, по ботам. Митти, кстати, был убит за счет ультимейта на Ксиака. И теперь уже 4 на 5 команда Рока точно разнесет вышку третьего уровня на ботлейне. При этом СОС продолжает сплитпушить. Его сплитпуш здесь может, в принципе, плоды. Некоторые дать, но я не уверен, потому что Рамус все еще может довольно быстро вернуться сюда на хомгвардах. Телепорта у него, правда, нет. В отличие от СОЗа, который может спокойно сейчас прилететь на помощь своей команде. Это будет максимум 4 на 4, который я не уверен, что Ориджин все равно выиграет. Бойцы используют свой пэф и пытаются запрыгнуть на экспеке. Ну и скорее, это скорее зонинг Ешка от Лиссандры. Ледяной путь. Чтобы просто отогнать игроков Ориджина. Ну и в итоге 8 тысяч золотых преимущества в пользу Рокот. При этом баф барона заканчивается, но пауэрплей на 4,5 тысячи команда Рокот себя оформляет. И Ориджин вынужден защищаться от супер миньонов по мидлейну. То есть тут на каждой линии по всем фронтам у Ориджин есть проблемы. СОЗ уже, ну, с трудом, с трудом сражается с Фредди. Фредди все-таки по урону, если особенно использует свой ультимейт, будет эту фиору разбивать. С другой стороны, если СОЗ примет полноценную драку против Рамуса, то за счет ультимейта своего, за счет прока невиталов, он, во-первых, переживет весь ультимейт Рамуса, ну и там, во-вторых, может его, в принципе, даже убить. Постоянно убивать виталов. Ну и разница по золоту, конечно, вряд ли будет уменьшаться. И я сомневаюсь, что Ориджин здесь, ну, найдут просто нет источников для того, чтобы золото как-то уравнивать. Но при этом Рокоты очень агрессивно играют сейчас уже в лесу Ориджин. Ориджин полностью теряет контроль над картой. Здесь, естественно, за счет Сустейна, Айрвакс, даже принимая прокаст от Экспеки, сильно не теряет здесь. Ох, Экспеки должен отступать дальше. Хороший пилар был от Ноксяка. Если бы Бетси полетел на своей лапе, возможно, бы кого-то убрали. Хорошая инициация от Ориджин. Да, к сожалению, этого не хватает абсолютно. По Эмейзингу играют. Здесь Северн плохо раздамаживается своими бумерангами. При этом не должен подставиться. Здесь ни в коем случае дэмэджа пока не очень хватает команде Ориджин. При этом Соз ломает уже бышку третьего уровня. Там отошел Фредди. Почему-то, может быть, у него мало здоровья осталось. При этом Митти идет дальше. Табс здесь сломали немного. Очень плохо, что Рокот не могут здесь никак принять драку против Ориджин. С другой стороны, Фредди с Бетси пытались зайти на Соза. Но Соз успел уйти. И Рокот хотят здесь взять Дрейка. Жалко, что Ориджин здесь никак не могут помешать. Соз взял вышку третьего уровня. Ингибитор забрать ему не удалось. И Рокот хоть и не выиграли ничего здесь в плане драки, они смогли забрать Ингибитор. Это, по сути, самое главное. Забирай строение, уничтожай вышки. Это все, что нужно команде Рокот для того, чтобы уверенно победить в этом матче. Кстати, у Икспеки по урону все неплохо, по сути. То есть у него есть и Войт Став и Абисал. Он неплохо пробивает магическое сопротивление оппонентов. Проблема в том, что магического сопротивления оппонентов-то не так-то и много. Тут есть Абисалы только у Нидели и у Лиссандры. Ну, мяч у Меркуриал, у Севир. Да, и Локет. Да, нет, все-таки магическое сопротивление достаточно много. Но вопрос в том, насколько Войт Став здесь эффективнее Рободона был. Ну, именно первым предметом. Сейчас Рободон тоже имеется. Вот Икспеки с этой минуты появления Рободона, может быть, сможет хорошо прокастовываться и буквально разносить там. Творжет Абза. Ох, здесь немножко встрял и Мейзинг. Драка пошла дальше. Икспеки принял на себя пару бумерангов. Звен хороший урон вносит по Айрваксу. Вот Нидели. У нее много здоровья за счет того же Родофейджеса. Но при этом танковитость все равно очень сильно хромает. И Нидели будет разваливаться буквально с парой автоатак, с парой прокастов. Мне кажется, что Айрвакс это та самая цель, которую здесь нужно разрывать. Здесь Икспеки пытается подраться. Получает крит в лицо. Таб спросил по здоровью. При этом пытается уничтожить здесь вышку третьего уровня команды Рокот. Икспеки кидает Эфириал Чейн. Здесь репел от Лиссандры. Amazing Glow. Звен хорошо стреляет. Очень хорошо стреляет Звен. У него позиция неплохая. Весьма убивает Лиссандра. Команда Ориджин. Это шанс для них на реабилитацию. Митти идет вперед. Но это уже не нужно здесь совсем. Команда Рокот вынуждена отступить. Но вышку третьего уровня они забрали. Они снова получают для себя объектив. Да, они теряют одного из игроков. Но это абсолютно не портит на погоду. Потому что Ориджин бароны не заберут сейчас. Хотя отсутствует ингибитор на боте. Рокот могут устроить засаду. Если Amazing умрет, то это конец игры. Amazing кидает Кокон. Пытается пройти дальше. Использует РПЛ. Дальше врывается. Копье полетело. Табс вынуждена дать свой флеш. Но Ксяк почти упал. Воу, какой урон от Экспеки. При этом он выживает. Отличный размять здесь пользу команды Ориджин. Не умирает даже Amazing. Что происходит? Я не верю своим глазам. Команда Ориджин разбирает игроков Рокот. Это может быть Барон. Неужели Оригены снова смогут компэкнуть? И мы это видели уже вчера. Я прям чувствую дежавю. И команда Ориджин Барона оформляет. Невероятно. Положение дела Ориджин значительно улучшилось после этой жадности, можно сказать, команды Рокот. Табс продолжил здесь как-то драться. И хороший шатдаун для Экспеки, конечно, был здесь. Прямо на краешке. Ну и Табса убили, потому что у него уже не было опции для ухода здесь. Красиво. На краешке, прям на острие лезвия играют Ориджин. Буквально на краешке пропасти. Посмотрим, смогут ли они сейчас реализовать Табарона на Шора. Потому что есть вышка второго уровня на боте. Есть открытый ингибитор на топе. То есть тут... Ой-ой-ой, Экспеки играет по бетсе. У него был Клинсай. Он знал, что можно принимать ульту на себя. Ноксяк умирает. Это может быть конец игры. Здесь Рокот очень сильно теряет здоровье. Фредди умирает. У него нет. У него есть и Гардиан Энджел. Он все еще живет. Сос подходит сюда на телепорте. Фредди будет убит. Размен 2 в 0. Сос идет вперед. Очень странно разыгрывает Сос. Теряет много здоровья на ровном месте. При этом вышка второго уровня может быть разрушена. Вышка третьего уровня должна упасть. Сос снова принимает на себя копья. Да, Сос любит получать урон. Но при этом вышка третьего уровня уже падает. Ингибитор разрушен. Есть еще целых 50 секунд до появления Фредди. Куча времени для Ориджин, чтобы попытаться закончить эту игру. Смогут ли они это сделать? Вопрос открыт. А пока что отходит Ориджин. Нужно играть через вышку второго уровня на ботлейне. Еще минута до окончания барона. Пауэрплей на 5000. Ориджин полностью реабилитировались по количеству золотых. У них все ингибиторы встали. А вот у команды Рокот теперь нету двух ингибов. И здесь команда Ориджин может очень хорошо себя спозиционировать. Для того, чтобы эту игру закончить и выиграть в свою пользу. Здесь, конечно, Экспеки сделал очень хороший мув. За счет того, что он забейтил бейтси на ультимейт. Тут же снял его клинцом и выжил. Выбили Гвардин Энджел еще и с Фредди. Даже когда эта черепаха вернется. Сос получил столько ненужного урона. Он хотел сделать так, чтобы Рокот подольше остались здесь. И, грубо говоря, принимал урон на себя. Но это не то, что нужно было здесь делать. Потому что Сосу нужно было сохранить здоровье. Для того, чтобы дальше танковать и пытаться заканчивать эту игру. В итоге-то Сос просто без хп остался. Здесь пошел ультимейт от Люциана. Ой-ой-ой. Эфирел Чейнс от Экспеки. Почти долетел до Лиссандры. Пушат здесь по всем фронтам. Сос пытается преследовать Фредди. Флэшится для того, чтобы остановить этот пауэрбол. Фредди может умереть. Сос продолжает его бить. Нет, бедняга Рамус. Фредди умирает. Очередное убийство здесь. Экспеки уходит дабл-дисторшном. Это 4 на 5 ситуация. Экспеки может погибнуть. Уходит обратно. Вау! Вот это эскейп от Экспеки. Он продолжает отступать. Здесь Ориджин. Имеют все шансы для того, чтобы разобрать игроков. Рокот у Бетси всего 70% здоровья. На бот-лейне есть вышка 2-го и 3-го уровня. Поэтому здесь, если играть, то нужно играть чисто в лоб по Нексус-вышкам. Либо, конечно, отступать и аккуратно разыгрывать нижние линии. Но пока что команда Ориджин здесь явно небольшой растерянности находится. Кстати, у Рокот 4 дракона. Это был бы пятый. Если бы они не выбросили игру, конечно же. Да. Созы сейчас готовы прижать игроки Рокот. Но нет, оно не произойдет. Ох-ох-ох. Вот это игра. Старые добрые времена и Ориджин. Сэкспеки тут творят хорошие плейзы, качественные. Ну и Рокот продолжает выбрасывать и допускать ошибки. На этом играют Ориджин и себя полностью реабилитируют в матче. И сейчас выходят вперед. У них есть шанс сломать вышку 3-го уровня. Фредди пытается здесь разогнаться в кого-нибудь влететь. Сос при этом все время находится на верхней линии, на средней линии. Ломая пачки миньонов. Прям две линии. Здесь он за Хант идет от Табса. По Ориджин пытается заинициировать Рокот. Бетси кидает ультимейт по экспеке. Моментально сносит пеку. Он не успел даже флешнуться. И в итоге первая Нексус вышка падает. Сос продолжает бэкдорить. Здесь Бетси отдает свой телепорт. Но вышка Нексуса может быть уничтожена. Чуть-чуть совсем хп у нее остается. В итоге размен один... Нет, два в ной, прошу прощения. И ингибиторы скоро восстановятся. Эта игра действительно насыщена событиями по полной программе. И валидовано на нее не запастись. Очень много. Здесь таких неоднозначных моментов. И решения очень опасные. Здесь раз за разом. Но самое интересное, самое здесь что хорошее для Ориджин, что они продолжают играть в активный сприт-пуш. И они продолжают идти и пытаться заканчивать эту игру. Сейчас все может быть плохо для команды. Рокот Бетси здесь скорее всего умрет. Сос активирует свой ультимейт. У вышки Нексуса совсем мало здоровья. Бэкаются все игроки. Команды Рокот. Но Нексус уже открыет Сос. Наследие Икспеки. Сможет ли он забэкдорить? Нет. Звен пытается уйти. У него плейд-у взрывенкинг. Амейзинг спасает свою союзника. Здесь есть локет. Узарен Соляри использует Звен. Здесь пытается уйти команда Ориджин. При этом Сос бегается копье. Точно в цель. Вот эта меткость. И при этом Амейзинг вроде как должен уйти. Ситуация опять накаляется. Страсти в этой игре просто безумные. Амейзинг продолжает отступать. Здесь нужен кокон Пуэрвакса, чтобы тот не смог продолжить преследование. Но и он не должен продолжить. Эта игра насыщена действительно. Просто всякой безумной жестью. И 47-ая минута на таймере. Разница по золотым уже не играет никакой роли. Все ингибиторы открыты у команды. Рокот, более того, у них Нексус, по-моему, без вышки остался. Да, сломали здесь вышку, открыли Нексус. Да, начали его бить потихонечку точно. Сос не смог его дальше забагдорить. Звен хорошо жил здесь. Настолько долго держался Звен. Все равно от такого преследования здесь не уйдешь. Он мог попытаться задоджить копье, но все равно бы умер в итоге. Шансов не было. Дозвен остается 10 секунд. И тут счет просто на доли секунды, на каждое микродействие. Каждый момент здесь играет огромную роль. Каждая ошибка. И здесь одна ошибка, игра проиграна. Просто насколько здесь все на краешке бездны. На волоске от гибели для... На волоске от краха для каждой команды. Посмотрим. Сос продолжает идти вперед. Сейчас все ингибиторы восстановились у команды Рокот. Ориджин пытаются здесь на Барона заставить выйти команду Рокот. При этом Сос двигается туда тоже. Интересно, какое решение здесь примет Сос. Потому что он может как идти в сплитпуш, то есть пытаться уничтожать ингибиторы, так и присоединиться к драке. Но как мы уже видели, все вот то, что выигрывает игры, это сплитпуш Фиоры. Просто сплитпуш Фиоры, это как, опять же, в игре CLG, когда они выиграли против Имморталс, буквально Фиора зарешала там в соло. Эти сплитпуши, они безумно напрягают. И сейчас Сос снова находится на ингибиторе. Он пытается его разрушить. При этом Ориджин берут Барона. Вот она, легендарная вилка. И ее оформляют. Ориджин практически упал. Барон на шор. И Сос при этом живет. Он идет на Нексус. Ориджин с Бароном. Но смерть Соза может очень... Не совсем окупиться здесь. Использует свой репост. Сколько здоровья теряет Фредди. Соз продолжает здесь драться. Подходит Тапс. Подходит Айрвакс. Соз умрет. Скорее всего здесь. И команда Ориджин не успела поддержать своего союзника. В итоге... 4 на 5. 65 секунд до Соза. Вышки две Нексуса есть у команды Ориджин. Но они могут потерять все три ингибитора. Вот это риск. И тут Созу может стоило продолжать бить Нексус. И пытаться уже ценой своей жизни. А как можно меньше здоровья Нексус оставить. Чтобы там остальные Ориджин попытались его просто-напросто догрызть. Ух. Разворачивается Звен. Пытается убить Айрвакса. Ух. Эти ошибки. Ух. Это напряжение. Люсан с Браумом идут пытаться заканчивать эту игру. Нексус все еще открыт. При этом Экспеки с Амейзингом защищают. Звен идет один. Браум бэкнулся. Очень интересное решение. Здесь отходит также как Рокот. Нет. Рокот идут преследовать. Ух. Экспеки. Своим прокастом практически убил Айрвакса. Бэкается Фредди. Бэкается Нексус. Звен это понимает. Останавливает бэк. Ох. Все плохо. Потому что Трандл был единственным, кто бэкнулся на базу. Отходит пешком остальные игроки команды. Рокот здесь очень грамотно Ориджин разыгрывает этот момент. Нексус преследует Звена. Звену некуда бежать. Ему нужно пытаться бить уже Ингибитор. Потому что он скорее всего умрет в любом случае. Он немножко продамаживает Нексус. Бьет Ингибитор. В верхней линии Ингиб должен быть разрушен. Фредди здесь. Телепорт пошел от Соза. Фредди. Звен здесь бьет Нексус. Эмейзинг подходит сюда. Ориджин пытается закончить эту игру через Нексус. Соз бьет по Табзу. Нексус будет разрушен. Команда Ориджин берет эту игру в свои руки. Насколько это было непросто. Но в итоге все зарешал этот безумный бэкбэк.